Первый раз вышел против своей команды на площадку после того, как покинул ее, они были в высшей лиге. Как вообще ощущение играть против своих? Ну, официальный матч, да, у нас первый здесь в этих стенах, а так товарищеский матч играли, летом к вам приезжали. Вот, что, тяжело против своих ребят играть, все знают, кто что умеет, кто что делает. Ну и с этой стороны тоже легче, я знаю ребят, кто из них что делает. Вот, а так психологически был настроен, так сказать, не упасть в грязь лицом в зале, в котором провел столько матчей за Каустик, за родной. Вот, поэтому выдавал на поляне то, что мог. Нападение, конечно, не реализовал, блин, эти двое устроились сегодня, вообще жаром. Вот, а так, все, всем спасибо, блин, классная игра была, ребята молодцы, все молодцы. Вы ожидали такой настырности, такой, ну, по-спортивному, наверное, наглости от, по сути, самой молодой команды Суперлиги? Конечно, ожидали. Мы сюда ехали, на самом деле, очень серьезно настраивались. У нас три просмотра было, разбирали каждого игрока, кто куда идет, кто как бросает, с кем как играть повыше, с блоком. То есть, настраивались очень серьезно, знали, что сюда приедем, и легко у нас ничего здесь не получится. Ехали за победой, но настраивались на очень тяжелый матч, ну, вот, в принципе, сегодня он и был. Не было в мыслях, когда у нас на площадку вышел Глеб Великанов, о, типа, у них дублер вышел, сейчас все легче будет, а оказалось, все кардинально наоборот? Да нет, таких мыслей не было, вот, пожалуйста, один на один у меня похавал Глеб Великанов, молодец. Да, так, нет, никаких мыслей, да все ребята в порядке, че, какие мысли? Никто не думал, что едем к ауссайдеру, команда на плаву, в Краснодаре забрали очко, считаю, у домашней команды, там, ну, классную игру показывает, пацаны, че. Коллеги, можно что-то добыть? Вась, спасибо, желаем удачи и встретимся в плей-офф. Всего доброго. Ваш комментарий, насколько сегодня ваша команда выполнила установку тренера, хотелось бы так? Ну, что-то выполнили, конечно, что-то не получилось, но в первую очередь хочу поблагодарить команду соперника, мы когда готовились, я так и ожидал, что будет боевая такая игра, хорошие парни, быстрый, соответственно, хороший антураж в зале, поддержка, поэтому настраивались на серьезный бой, так и вышло, что решилось все в концовке. Что касаемо нашей игры, ну, я говорю, были хорошие моменты, были, что не получилось не очень, но победа есть победа. Ожидали такой настырности, злости спортивной от Каусика, что даже в первом тайме, ну, были, по сути, причины поволноваться вам, вы дважды проигрывали минус три? Конечно, ну, мы, опять же, я же говорю, мы же готовились к сопернику, и буквально недавно, до игры с ЦСКА, Каусик на выезде сыграл ничью со Скифом Краснодарским, поэтому здесь никакого недонастроя или какого-то понимания, что здесь будет легко, не было. Настрой был на боевую игру, еще раз говорю, но она так и произошла, и как проходила игра, это доказывается. Вот вызывает интерес, у вас много наших воспитанников, ну, несколько, немного в команде, вообще интерес вызывает. Тренер, понятно, он отсматривает игры сопернику. Консультируется ли тренер с бывшими игроками соперника перед играми? Вот они же много знают о своих бывших партнерах. Ну, те парни волгоградцы, которые играют у нас, они уже довольно-таки давно, в принципе, уехали, поэтому и у вас состав сменился, и тренерский штаб сменился. Ну, в частности, Васильев, наконец-то. Ну, да, ну, они у нас уже играют второй сезон, как бы. Да нет, особо не консультируются, тренерский штаб готовится к игре, все объясняет, как мы будем играть, во что мы будем играть. И, соответственно, игроки это принимают. Как-то так. Коллеги, поздравляем с победой, спасибо. Спасибо всех за субтитры. Приезжайте к нам еще. С Новым Годом. Да, с Новым Годом. Дмитрий Константинович, ну, понятное дело, опять результат расстроил болельщиков. Что не хватило сегодня нашим парням? Провалили две концовки. Пять минут первого тайма, пять минут второго тайма. Это может быть два варианта. Первый вариант – психологическая неустойчивость. Вторая – недостаток физической работы. И первое, второе нужно устранять. А может быть, поверили в первом тайме, что, в принципе, соперник очень даже по зубам, потому что в два раза вести плюс три. И тем более, все-таки мы сегодня играем не с соседом по турнирной таблице играли. Ну, это не имеет значения. Но когда человек выходит, он должен забивать голы. Когда мы в конце первого не забиваем или в конце второго, я думаю, что они не думают, какой перед ними соперник. У них не хватает либо, говорю, мастерства и психологического устойчивости, то есть забить верные мячи, либо чуть-чуть не хватает физики и, соответственно, идут ошибки. Я думаю, так. А там надо просмотреть, проанализировать. Плюс провалили полностью центр обороны. К сожалению, все получили. Не смогли ни заблокировать, ни встретить. Там еще Глеб нам помог немножко. Если бы не Глеб, то было бы еще хуже. Ну, а здесь чисто индивидуальное мастерство. Глушенко, Токмаков и Ларин. Три выхода один в один. Забивая их, я думаю, была бы либо ничья, либо, ну, может быть, мяч мы выиграли бы. Вот касательно Глеба Великанова, вы заранее планировали вот настолько выпустить эту площадку, были уверены в нем или все-таки рискнули? Все-таки парень в основном в молодежке. В молодежке он лучший, но здесь совсем другой уровень. Ну, в силу болезни игроков сегодня было заявлено три вратаря. И когда он вышел на 7-метровый, отбил его, я подумал, что человек поймал, может быть, кураж пусть останется. И, в принципе, с этим угадал. Так что Глеб помог. Не было в заявке опять Антона Сабина, еще других игроков. Что, по какой причине травмы? Диона Левицкого, травма спины, ну, я надеюсь, что восстановится. У Антона, к сожалению, проблемы с коленями до сих пор никак их полностью не восстанавливается. Соответственно, ну, ставить игрока, который не полностью готов, нет никакого смысла. Тем более, что есть Светлов Никита, который стучится в команду. Мы его привлекаем все больше и больше. Видите, доверие ему есть. Так что, как бы, сегодня он был травмирован, не мог играть. Поэтому был заявлен более молодой парень. И я считаю, что вышел нормально, свое сыграл. Коллеги, все. Дмитрий Константинович, с наступающим Новым годом, да. Ну, ждем победы. Вот, но на самом деле очень сильно, вот, что в первом, что во втором тайме у нас проблемы с защитой. Это такой момент у нас присутствует. Из игры к игре просто мы не можем отстоять в защите. Да, мы убегаем сейчас хорошо, с контратак много забиваем, но не можем просто отстоять. В первом тайме дважды вывели плюс три. Ну, после перерыва вышли немножко, как-то не сразу побежали. Что, уверовали, может быть, что соперник проходимый или что? Почему? Не могу, честно сказать, ответить на этот вопрос. Может быть, как-то перерыв повлиял, что остыли, может, я не знаю, честно говоря. Но надо будет что-то с этим делать однозначно. Как настраивались в раздевалке против своих? Ну, знаешь, что там сколько, четыре человека, наших воспитанников, да, и с которыми еще даже ты успел поиграть с Василием, с Наконечным. Как было вообще ощущение, что первый раз против такой диаспоры выйти играть? Ну, на самом деле, мы достаточно много играли с ними уже. В начале, перед сезоном турнир был. Потом ездили к ним на базу, играли. Как бы, ну, это не впервые мы с ними встречаемся, вот так, в противоположной команде. Но, честно сказать, вот, что по настрою, настраивались все. От каждого чувствовался вот этот вот прилив сил, который он готов потратить на эту победу. Но, видимо, его было недостаточно. Данил, ну внутри коллектива нет упадка настроения? Все-таки последнее место ни одной победы, и уже перешагнули экватор сезона. Ну, однозначно скажу, довольно тяжело сейчас, в принципе, состояние, в принципе, такое, что хочется уже поскорее хотя бы первую игру выиграть. И там дальше уже, я думаю, пойдет. Вот, но, ну, не скажу, что прямо у нас там какое-то огорчение или упадок какой-то. Нет, мы работаем так дальше и стараемся все сделать, чтобы выиграть. Данил, и несколько слов в адрес наших болельщиков. И все-таки Новый год наступает. Да, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые к нам ходят. Спасибо вам большое, что болеете, поддерживаете нас. Это очень нас воодушевляет и помогает нам играть. Вот, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем счастья, всем здоровья и всех благ. Коллеги. Данил, спасибо за игру. Все равно будем болеть, ждем победы. Мы с вами всегда.